сейчас будем отстреливать леший 2 калибр 6.35 привет друзья сегодня у нас в обзоре леший точнее его отстрел который мы уже сделали леший 2 в калибре 6.35 тут руки до него не доходили занимались другими винтовками а тут решили соответственно отстрелять этого малыша хотя мы их продаем и в последнее время очень активно продаем вот но что я могу сказать поставили прицельчик маркул 1 на 6 на 24 загончик с подсветкой маркул stalker то есть это такая скажем премиальная линейку маркула что касается лешего но объясню для тех кто с ним не знаком это ультра компактная винтовка которая стреляет в полуавтоматическом режиме то есть у нее нет биатлонной скобы болта и так далее стреляет она в режиме полуавтомата конкретно на этой модели ствол установлен 350 и есть еще коротенький 250 то и совсем будет компактная разбирается она очень просто то есть на две части модератор быстро снять не получится потому что соответственно удульного среза здесь два шестигранных болта когда мы их откручиваем можем снять модератор тем самым ее разобрать скажем до исходного полного значения собирается она также очень просто есть такой штифт вот здесь находится перепускной клапан и магазинчики вставляются вот таким вот образом на этой модели вот такая из ламината рукоятка очень красивая стильная ну здесь находится предохранитель все в принципе стандартная в верхней части находится редуктор кстати раньше мы имени занимались то что редуктор был закрытого типа были по ним некоторые косяки был сырой а сейчас с лишним как бы все в порядке с новыми моделями здесь находится редуктор который вы можете регулировать самостоятельно по часовой стрелке мы увеличиваем давление против часовой уменьшаем сюда можно поставить специальный манометр для отслеживания настройки редуктора и также это окошко она позволяет стравить воздух то есть мы его раскручиваем воздух из резервуара убираем вот и теперь для того чтобы настроить редуктор воздух убирать не надо все это закрывается вот такой вот тряпочкой синтетической нижняя часть нижняя часть это непосредственно сам резервуар точнее его вторая часть вместо нее можно установить композитную колбу 035 меньше 022 и так далее многим это не нравится потому что она соответственно упирается в руку ну кому скажем как вот и колба в принципе компактность этой винтовки немножко убирает винтовка скорострельная классная также у нас продаются для нее длинные стволы обвесы шороха тишина то есть это карбоновое цевьё с модератором для длинных стволов есть вариант 400 и 600 вот помимо 635 калибра бывают 5 и 5 4 и 5 и спец калибр прадед а его тоже можно отдельно заказать но только отдельно потому что винтовки не выпускаются в базе с калибром прадед стреляли сегодня валанами 2 и 2 грамма тяжеленькими king heavy вот оценить кучность винтовки сегодня естественно не удалось потому что навык стрельбы с такой оптикой то есть с маленькие шестикратником на полтинник у меня например нет больше была задача показать вам саму винтовку показать ее скорострельность то есть такой детский отстрел на полтинник вот прицел очень хорош то есть вот именно для охотничьих целей для стрельбы из машины очень как бы удобный не очень хочется состоять что-то большое потому что винтовка предполагает все-таки ультра компактность то есть вы ее сложили в рюкзачок и все тем более это самая длинная версия из стоковых то есть эта версия long 350 можно еще купить гораздо короче винтовки леший 2 в охотник анет сейчас будем отстреливать леший 2 калибр 6 35 пулями gsb king heavy 2 2 грамма на 50 метров установлен прицел маркул stalker загонник 1 на 6 на 24 с подсветкой это премиальная линейка маркула очень хорошо подходит для лешего мы видим компактный отличный корпус как раз для скажем так мелко охотничьих задач и развлекательной стрельбы буду стрелять по уголкам белым то заменим магазинчик предохранитель под спуском находится стандартно уже ну и давайте отстреляю по семерочке семерочки шестерочки и по девятке вот у нас два магазина чуть меньше 200 бар мы заправляли не полностью мы заправляли до 270 то есть принципе 3 даже может быть 4 магазина можно этими пульками высадить на родной соответственно системе резервуаров также можно установить кстати колбу композитную 02030 35 точнее и соответственно выстрел будет гораздо больше сейчас давайте до заправим ее и проверим насколько быстро она может стрелять порт заправки у нас находится тыльной стороны штуцер здесь идет в комплекте с резьбой то есть для всех основных наших систем заправки придется переходник вот такой мучить ну а пока заправляется я успею еще пуль добавить на каждый магазинчик идет магнитная вот такая пластина которая препятствует тому чтобы пули засыпали их комплекте ответственно еще дополнительно две такие пластины помимо тех которые идут сразу с магазинами магазинов комплекте 2 они восьми зарядные как на егере от рог достаточно удобно и кстати говоря магазинчики маленькие они не выпирают через профиль поэтому можно установить прицел на низких пальцев как мы это сделали были средние скорее вот и поставить оптику максимально низко максимально удобно стоит магнитные такие пластинки отличная вещь также в комплекте идут вот такие фолдеры это приспособление для того выставляете там магазин и соответственно магазин уже крепится на саму винтовку вот кстати две запасные пластины чтобы не думали что я вру они действительно идут вот кто-то говорит что они не в комплекте они вас обманывают сейчас посмотрим на давление уже практически 280 бар можно останавливать нажимаем рычаг чтобы его обязательно надо ставить на предохранитель во время заправки не обязательно но так будет правильно так ну буду стрелять в десятку максимально быстро посмотрим редуктор успеет за мной или нет вот десятка максимально быстро сейчас попробуем еще раз вторым магазинчиком когда мы стреляем быстро редуктор не всегда успевает воздухом что у меня неполадки какие не успела успевает воздух передать через резервуар поэтому скорость как я заметил на хронографе если стрелять быстро она может колебаться так ну давайте куда я буду стрелять давайте пятерку как быстрая стрельба как мы видим даже при быстрей стрельбе куча очень даже неплохая вот сколько у нас осталось осталось 170 бар но выстрелов на 5 это еще хватит не на полный магазин но опять-таки производитель указывает что ее можно заправлять до 300 я не заправляют 300 немножко побаиваюсь честно говоря первое изделие которое мы снимаем чтобы не вышло косяков вот я заправляю на всякий случай до 280